От Курска и Орла война нас довела До самых вражеских ворот такие, брат, дела Когда-нибудь мы вспомним это И не поверится самим А нынче нам нужна одна победа Одна на всех мы за ценой не постоим Говорит Москва Приказ Верховного Главнокомандующего Войска 3-го Прибалтийского фронта При прямом содействии войск 2-го Прибалтийского фронта Развивая успешные наступления Сегодня 13 октября штурмом Овладели столицей советской Латвии Городом Рига В Великой Отечественной войне врага били пехотинцы и артиллеристы Танкисты и летчики, моряки и десантники Но на всех фронтах и на всех этапах войны Первой выдвигалась вперед разведка Глаза и уши армии Разведчики набирались из числа самых опытных, ловких и стойких воинов Но главной для них была готовность В любой момент пожертвовать собой Ради выполнения задания Сняли часовоз, взяли офицера и документы И вот когда уходили То немец открыл ураганный огонь Почти на нейтральной полосе Командир нашей группы разведчиков Николай Так он немцам телом своим прокрывал Чтобы как-то его доставить Кроме военной разведки, групп Добычей сведения противники занимались и другие структуры Иностранный отдел МКВД Разведка Коминтерна Глубоко засекреченная служба под названием СССР Специальная служба стратегической разведки Сталина Но все эти службы, хотя и назывались по-разному Были прежде всего щитом и мечом нашего государства Щитом, защищавшим его от врагов И карающим мечом, который настигал их Еще на дальних подступах к нашим границам Скажи, разведчик И перед внутренним взором сам собой возникнет Штирлиц из 17 мгновений весны Или Йоган Вайс из не менее знаменитого советского фильма Щитомич Но на самом деле деятельность агентов-нелегалов Такого высокого полета Лишь малая часть того общего взноса в победу Которую внесла наша разведка Куда больше для спасения вполне конкретных жизней Для обеспечения верных действий дивизий, полков и рот Красной Армии Сделали обычные фронтовые разведчики И одной из первейших задач для них было взять языка Звучит все это просто, но задумайтесь Требовалось тщательно охраняемой территории Прямо из-под носа противника выкрасть взрослого вооруженного человека Накалящегося в здравом уме и твердой памяти Насколько это было непросто, Иван Клименко знает не понаслышке Послали пять групп по семь человек Никто с этих не вернулись, но мы взяли языка Однако этим история не закончилась Оказалось, что доставленный в распоряжение штаба язык Рядовой солдат немецкой армии Той информации, которая требовалась, просто не знает Послали еще пять групп с заданием На этот раз привезти офицера Из этих 35 человек погибли 34 С задания вернулся только один Иван Клименко Но при нем все-таки был пленный немецкий офицер Когда мы уже языка взяли И нас обнаружили немцы Мы человек 50 уничтожили Видимо, что они хотят нас окружить Мне Памков говорит Ваня, бери офицера И быстрее на нейтралку Мы будем прикрывать Фашист понимал, что положение его отчаянное и нелепое Он все еще находится на территории, которую контролирует его армия Вокруг сотни его сослуживцев И один единственный русский солдат Вот-вот утащит его в плен Немец начал было сопротивляться Но опытный разведчик лейтенант Клименко Быстро показал ему, что с ним шутки плохи Подползли по 6 метров 90 до нейтралки Человек 20 бежит немцам Я двумя гранатами бросил на них И потом с автомата всех уничтожил И мы на нейтралке пошли, значит, поползли Там не ходят Начали стрельбу, меня вообще ранили И немножко приползли, зебо ранили Я чуть не заплакал Мне нужно язык, а не труп Иван перевязал врага И уже теряя сознание, пустил вдоль земли ракету Это был сигнал, просьба о помощи Та же ракета, пущенная вертикально Означала бы, что разведчики вызывают огонь на себя Вызванная Иваном Клименко помощь подоспела быстро Разведчиков ждали с нетерпением Под непрекращающимся огнем противника Истекающего кровью разведчика и пленного немецкого офицера Вытащили на нашу территорию Ивана отправили в госпиталь, а языка в штаб Начали допрашивать, ему задают вопрос Он кричит, хай Гитлер, хай Гитлер Ну, кое-что вообще делали, он все абсолютно сказал Та же часть разведгруппы, которая осталась прикрывать Отход Ивана Клименко с пленным немцем В расположение своей части так и не вернулась Погибли все, тяжело раненым был по МКО взводу И когда они подбежали к ним, он взорвал гранату Сам взорвался и взорвался немцем Утром расцвело, собрали весь личный состав И у трупов проводили митинг Вот так нужно воевать, как вот эти разведчики Разумеется, в разведку отбирали бойцов решительных, сообразительных Физически сильных и выносливых Однако нужны были и особые качества Хорошие зрения и слух Способность ориентироваться на местности днем и ночью Умение метко стрелять Читать топографические карты и маскироваться Иногда в разведчики попадали солдаты, обученные в училище Но чаще нужные навыки приобретались на практике Геннадий Журавлев начал войну в 16 лет А в 43-м, в 18, он уже был опытным разведчиком При форсировании Южного Буга Его разведроте в приказном порядке Выделили в помощь саперное отделение И как они не отказывались Отвертеться от помощи смелых, но неопытных в разведке солдат не удалось Штабные командиры изменить решение не захотели Просили, не нужно нам саперов Мы сами не отдали это самое отделение Ну и что, на перех тут выпрыглись И он нас там как засек Снайпера начали щелкать Мы залегли Март месяц Лед такой вот-вот сошел За бугорком лежишь или где-то Голову поднял, если мужчина щелкает Значит тот, кто лежал, как говорится, мертвым Тот остался жив Саперы тех он вложил Пролежать под пулями на льду, не шевеляясь до темна Задача для неподготовленного человека невозможная Для разведчика, хоть и нелегкая, но выполнимая Геннадий Васильевич тогда простудил почки И неделю не мог ходить Но выжил, выполнил задание Вернулся к своим, отлежался И вновь отправился с товарищами в разведку На животе, говорят, лазили, как ужи Определили ячейку, в которой был такой дзотик, пулемет И там было два человека Не обнаружили, сразу навалились Туда, взяли Разведчики допросили захваченных в плен фашистов И выяснили, что еще один гитлеровец отправился за ужином Недолго думая, решили остаться в дзоте и подождать его возвращения Трудно представить дерзость этих людей Немецкие укрепления Заграждения из колючей проволоки Ощетинились стволами дзоты Бдительно и неусыпно несут свою вахту часовые Прислушиваясь к каждому шороху И посреди всего этого Рядом со связанными немцами сидят русские разведчики Ждут, когда придет еще кто-нибудь Чтобы потом, как говорится, второй раз ходить не пришлось Будем ждать час или два, сколько нужно только и будем Может быть подойдут эти самые патрули какие по траншее Так и получилось Через некоторое время является Стопы с котелками, ход сообщения траншеи И тут его накрыли, забрали Сегодня спецназовцы разных стран Демонстрируют на показательных выступлениях свою выносливость Способность контролировать эмоции Отсутствие лишних сантиментов И прочие полезные в их профессии качества Геннадий Журавлев был готовым спецназовцем уже тогда Во время Великой Отечественной Как и Виталий Чайкин Призванный в армию в 17 лет И направленный в школу разведки Был я там три месяца Вывозили там в лес С глазами завязанными И чтобы по пластунски Значит Уделяли большое внимание И стрельбе Ну стрелять Я очень отлично стрелял До конца службы своей Да Вот И меня зачистили 6-ю гвардейскую армию 67-ю гвардейскую дивизию В разведку На Курской дуге их группа Состоявшая из опытнейших разведчиков Четыре раза выходила за языком И каждый раз возвращалась Несолоных хлебавших Противник стоял так плотно Что просочиться на вражеские позиции Было невозможно Преодолеть нейтральную полосу Удалось только с пятой попытки И теперь бойцы были намерены Выполнить задание Во что бы то ни стало И вот пятый раз Когда мы пошли Там возле колхоза Была большая куча навоза Но он уже сухой был Но мы там сумели спрятаться Тяжело было конечно Там воздух такой Тяжело было Двое суток солдаты наблюдали За окрестностями Наконец вычислили дом В котором по всей видимости Располагался немецкий штаб И не ошиблись На третьи сутки К этому зданию подъехала машина Из нее вышел офицер с портфелем Разведчики поняли Настала пора действовать Подошли к этому домику уже И удалось снять часового Группа прикрытия Мы остались возле дома А группа захвата туда ворвалась Там было три немца Двух они прикончили Одного схватили Кляп в рот И таким образом Мы его доставили Свою дивизию Пленный немецкий офицер Сообщил нашему командованию Ценнейшую информацию Оказалось, что на этом участке фронта Гитлеровцы планируют наступить Который теперь час Без семи Точнее Без семи на ваших То же самое Пройдемся Работа над фильмом «Щит и меч» шла трудно Картина была поставлена По одноименному роману Вадима Кожевникова Книги, откровенно говоря Не самого высокого качества Многие придуманные автором сцены Были такими, что Консультант фильма Сам в прошлом разведчик Морщился и говорил Ребята нас засмеют Вот и приходилось переписывать сценарий Прямо на съемочной площадке А фильм тогда, по-моему, первый раз Снимали про наших разведчиков Хотелось Приблизиться к достоверности Их профессии Насколько возможно И вот мы начинали каждый день Проходили сцену Я не разведчик Говорю, не, это надо переделывать Переписывать Но все эти сложности На общем настрое съемочной группы Никак не сказывались Ведь многие актеры Игравшие в фильме Сами были детьми войны Помнят свое военное детство И Станислав Любшин Я помню первые бомбардировки Москвы А у нас щель была такая подземная В три накаты И такой бугорочек И шесть бомб недалеко от нас Дом почти взлетел Меня кинуло И я как мышь в эту щель Залез к бабушке за спиной А они все разрываются Разрываются Наши накаты бревен Тоже взлетают, падают Я такой ужас пережил А мне было немножко Мне было восемь лет И вот эти переживания всякие Меня заставили Размышлять, что Эх, был бы я большим Я бы тогда с фашистами разделался бы Вместе со своим другом Таким же мальчишкой, как и он сам Станислав Любшин Даже как-то попытался попасть на передовую Из этой затеи, понятно, ничего не вышло Но детская мечта вступить в бой с фашистами Запомнилась очень хорошо А потому, когда в 1967 году Актер был приглашен сниматься в фильме Щит и меч Он не раздумывал ни минуты И сыграл свою роль блестящим На будущее запомни Никакой резкой инициативы Рискнуть Чем? Собой Но тем самым подвергнуть риску задания Цель которого тебе Да и мне пока неизвестно Сверхглупо Что бы ни было, вживаться Самому себя содрать шкуру Вывернуть наизнанку Снова напялить И улыбаться Такая работа Наиболее активно Агентурная разведка Та самая, про которую Собственно и повествует Фильм Щит и меч Стала формироваться и расширяться У нас в 30-х годах 20-го века Арена отработки тактики Разведки и контрразведки Тогда стала Испания Где грянула гражданская война На здешних фронтах Совершенствовались Разведывательная спецаппаратура И технологии Но кроме того Воюющие стороны Начали активно создавать Нелегальные резидентуры На территории противника И особенно в этом Приуспел Советский Союз Но в конце 30-х годов В советской разведке Произошло то же, что и в армии Весь ее опытный руководящий состав Был репрессирован Созданный потенциал разведывательный Был мощным Я имею ввиду потенциал агентурный И только события внутренние наши 37-38 годы Сыграли очень отрицательную роль На нашем потенциале И военном вообще в целом И на разведывательном И контрразведывательном в частности Разведчик свою тонкую паутину Агентурной сети Сплетает из человеческих взаимоотношений Слабостей, страхов И чистолюбивых надежд Словом, из самих людей Каждый из которых уникален Быстро восстановить Разрушенные связи сложно В ремесле Или скорее в искусстве Разведки Готовых формул нет Именно искусство Потому что спор о том Что такое разведка Ремесло или искусство Он идет очень давно Я, например, возглавлял Кафедру разведывательного искусства Врываться Врываться Вживаться Нужен и Аганвайс Не нужен и еще долго Будет не нужен Александр Белов В итоге Станислав Любшин Так вжился в свой образ Что до смерти Перепугал не кого-нибудь А самого президента Франции Шарля де Голля Дело было в Кракове Где проходила часть съемок Фильма «Щит и меч» Деголь тогда как раз Прибыл в Польшу С официальным визитом Официальные встречи Все банкеты Наверное, он замотался Краков не видел В официальной обстановке Решил, наверное, взглянуть Ночью или рано утром С водителем Один Никакой охраны По Кракову ездил А я где-то в 6 утра Выезжал на съемку Съемочная группа фильма Базировалась в Кракове В университетском Студенческом общежитии Там же были костюмерные Гримерные И здесь же во дворе Стояла техника Станислав Любшин Загримировался Надел фашистскую форму Сел в автомобиль На котором, как выяснилось Потом во время войны Ездил сам Геринг И поехал на съемочную площадку Зрелище, надо сказать Было еще то По мирно спящему городу В открытом автомобиле Ехал офицер СС И все это нереальное зрелище Как в хорошем фильме ужасов Было задекорировано Густым предрассветным туманом Я подъезжаю к светофору Из тумана С той стороны тоже Какая-то открытая машина Там силуэта двух людей Водителя не видно А пассажир Огромного роста Вот так над Высится над автомобилем И тоже машина останавливается И такой туман густой-густой Потом он начинает Почему-то перед нами расходиться Мне дают зеленый свет Там у автомобиля зеленый свет И когда я двинулся Я вдруг вижу, как человек Подымается И в ужасе смотрит С тумана немецкий офицер выезжает Машины двигались Навстречу друг другу медленно В таком тумане особо не погоняешь И Станислав Любшин Вдруг узнал своего перепуганного визави Это был генерал Деголь Когда мы поравнялись Я приветствую Говорю, я вас приветствую, мой генераль И он мне в ответ тоже Водителя удергает И он начинает хохотать И оборачиваясь вслед Он меня тоже смотрит И мы разъехались Вот так я встретился с Деголем Йоган Вайс Которого блистательно сыграл Любшин В фильме «Щит и меч» Был образом собиратель А вот у главного героя Другой отечественной киноленты Про разведчиков Которая называлась «Майор Вихрь» Был совершенно конкретный прообраз И зовут этого человека Евгений Степанович Березняк Два первых года войны Он работал в подполье в Днепропетровске 25 октября 1943 года Город был освобожден от фашистов Советскими войсками Войска 3-го Украинского фронта При решающем содействии С фланга войск 2-го Украинского фронта Под командованием генерала армии Конева Продолжая успешные наступательные действия На правом берегу Днепра Сегодня 25 октября Штурмом овладели областным центром Украины Городом Днепропетровск И городом Днепродзержинск И я принял предложение Разведотдела 3-го Украинского фронта Дал согласие отправиться в Москву В школу разведки генерального штаба Проучился Евгений Березняк полгода В условиях военного времени это большой срок Изучал, как пользоваться явками и фальшивыми документами Ориентироваться на местности Прыгать с парашютом Да много еще чего Но главное Учился быть не собой А тем персонажем Которое ему предстояло играть по легенде Во вражеском тылу Они обязаны как актера быть в этой роли Это у нас можно было несколько дублей снять А у них один дубль Или до конца войны ты оставишься цел Или ты все, у тебя нет А потом Евгению и Березняку дали первое настоящее задание За ним второе, третье Но кульминацией его работы Стала одна из самых успешных операций советских спецслужб За всю Великую Отечественную войну Спасение от полного уничтожения гитлеровцами Польского города Кракова Самое поразительное, что эта операция началась с провала Из-за ошибки пилотов Группа десантировалась не в том квадрате, где было задумано Евгений Березняк был схвачен немцами При нем нашли деньги в разной валюте И блоки питания к радиостанции Эти предметы выдали его с головы Он был брошен в камеру смертников гестаповской тюрьмы Я знал, что с этой камеры никто не оставался на этом свете Всех отправляли на тот свет Я бежал на краковском рынке Тандета При таких абсолютно обстоятельствах, как показаны в фильме «Майор Дихр» В первый же день в гестапо Евгений Березняк придумал себе легенду Которая позволила бы ему бежать Он просто связной Должен встретиться с живущим в Кракове агентом Чтобы передать ему деньги и аккумуляторы для радиостанции Для этого в определенное время Нужно появляться в самом шумном и людном месте города На рынке Мне дало подойти мужчина средних лет Предъявить мне пароль Дать отзыв Гитлеровцы поверили в эту легенду Мы решили взять вас с собой на рынок Так ваша встреча будет естественней Если она вообще состоится В таком виде Кример у вас есть Удача улыбнулась Евгению Березняку на второй день Когда на рынке началась драка Жандармы для острастки дали в воздух очередь из автомата Немедленно возникли паника и давка Только на секунду гитлеровцы Плотно опекавшие мнимого связного Потеряли его из виду И он тут же растворился в толпе Вскоре разведчик добрался до запасной явки И начал работать Передавая полученные им данные в центр Но я допустил огромнейшую ошибку Непростительную На протяжении нескольких недель Моя радиостанция находилась В одном и том же месте В одном и том же квадрате В одном и том же домике В одной и той же квартире Гитлеровцы запеленговали станцию Окружили домик Где была радиостанция С чердака стащили Мою вторую радиостку Сам Евгений во время допроса Радиостки и польской семьи Которая приютила русских агентов у себя Прятался в тайнике между стенами В пяти сантиметрах от гитлеровцев В маленькую щель Он видел свою радистку Хозяина дома Его дочерей Всех их под дулами автоматов Положили на пол Он слышал вопросы Кто еще в доме? Где главный бандит? Полякам стоило просто показать Глазами в сторону тайника Но они этого не сделали В итоге немцы ушли Так и не захватив Русского шпиона Но этот второй провал Группы Евгения Березника Как ни странно Обернулся для нашей разведки Большой удачей Работать с арестованной радисткой Приказали сотруднику Абвера Курту Хартману В это почти невозможно поверить Но девушке удалось завербовать его Он устроил ей побег И стал снабжать группу Евгения Березника Ценнейшей информацией Мы ему дали кличку Правдивый Многие люди интересуются Теперь как это мог немец Очевидно член гитлеровской партии Изменить фюреру Как это он мог дать согласие Работать на советскую разведку Дело в том, что Мать его русская Отец Гартман Был офицером царской армии Он москвич Во время гражданской войны Семья Гартманов Перебралась в Рыгу А позднее уже после прихода К власти Гитлера Они переехали жить в Берлин Но все это время Никто в их доме не забывал Оставленную из-за революции Родина Поэтому, когда в руки Курту попала Русская радистка Он увидел в этом В первую очередь Способ помочь России В центр были отправлены 140 радиограмм В которых полностью вскрывалась Краковская группировка противника Расположение штаба И другие подробности Кроме того, от Харкуна И взятого в плен боевым отрядом Березняка инженера-майора Пекеля Разведчики узнали О готовящемся уничтожении Кракова Информация была настолько точной Что в центре поначалу отнеслись к ней с сомнением Вообще, эта работа очень сложная и тяжелая Они же служат очень искренне и честно нашей Родине Они предупреждают Вот что нас ждет И, конечно, для них было оскорбительно Когда их всерьез там наши Руководители не принимали То есть не верили Маскируйте машину Здравствуйте Командир десанта гвардии майор Джалалов Здравия желаю, товарищ мяор Извините про форму Ваше удостоверение Возвращение на родину Йогана Вайса Прошло без особых проблем Но кино есть кино А вот в реальной жизни Все было далеко не так просто Нас, и меня, и мою радистскую Ольгу После выполнения задания После уже победы отправили на проверку В лагерь НКВД СССР номер 174 Я помню, что я, будучи в лагере НКВД СССР Слушал парад победы на Красной площади По трансляции 24 июня 1945 года Здесь, у стен Седого Кремля Встречала страна своих сыновей Вернувшихся с победой Как было обидно, что в это время парада Мы грузили на станции Подольск-Уголь Отправиться из подольского фильтрационного лагеря НКВД В другой лагерь, уже на Колыму Было очень просто Освободиться и очиститься от подозрений Почти невозможно И Ольгу, и Евгения спас счастливый случай В руки НКВД попали и Хартман, и Пекель Оба они подтвердили историю, рассказанную ранее На допросах Березнякова Только после этого Евгений Степанович вышел на свободу И стал одним из самых знаменитых разведчиков Советского Союза Или вернее, одним из немногих известных Ведь о большом количестве его коллег И о проведенных ими операциях Мы пока просто не знаем Олег Нечипаренко Полковник внешней разведки Комитета государственной безопасности в отставке Это может подтвердить авторитетно Есть такая особенность в этом виде деятельности Что обычно получают одобрение своей стороны Люди, ставшие известными в силу разных причин И до сих пор Я это говорю с определенным знанием До сих пор еще не все имена того периода открыты Есть определенные технологические особенности Деятельности спецслужб и в первую очередь разведок Но иногда реальная разведывательная информация Изложенная даже безо всякой конкретики Просто в виде общих тезисов Способна без преувеличения поразить неподготовленного слушателя Например, ПК У Сталина были свои агенты В окружении всех без исключения лидеров вражеских стран И союзных держав А такие агенты были Были агенты в окружении Черчилля Были агенты в окружении Муссолини Около Франка был агент И даже около императора Японии был агент И Ольга Чехова относилась к этой категории людей Она была внедрена Она бывала на приемах Сидела рядом с Гитлером на концертах и спектаклях И на кинопросмотрах И была любимицей элиты Третьего Рейха Сразу же возникает вопрос Если актриса Ольга Константиновна Чехова Имевшая звание народной артистки Германии И официальный статус государственной актрисы Третьего Рейха Была агентом Сталина Не могла ли она ввести в окружение Гитлера человека Который смог бы его ликвидировать? И если да То почему это не было сделано? Ведь об этом в пору войны Казалось бы, мечтал каждый советский человек Фашизм, я считаю, самый страшный излом на Земле В любых проявлениях В любых этих самых идеологических системах Для меня это все очень серьезно Что связано с войной Для меня вот это мое детство Трагическая болью отзывается во мне Пережив столько во время войны Такое горе Такое, в общем, несчастье было для нашей страны Столько людей невинных погибло Но вопросы большой политики Всегда далеки и непонятны простым людям А вопрос устранения главы Третьего Рейха Был как раз из их числа Слишком много моментов нужно было учитывать Принимая решения такого рода Станислав Лекарев Вырос в семье, в которой бывали многие видные И до сих пор не до конца изученные фигуры того времени Достаточно назвать Льва Константиновича Книппера Композитора, альпиниста и агента НКВД Который, кроме того, был братом Ольги Чеховой Сотрудничество с ЧК Лев Книппер начал почти за 20 лет до войны Он был этническим немцем, лютеранином В годы гражданской войны воевал под началом барона Врангеля Бежал из страны в 1920 году Имел связи с руководством РОВС Российского общевойскового союза Организации белых эмигрантов Но в 1922 вернулся в Советский Союз Считается, что Ольгу Чехову он завербовал в 1923 году Если не завербовал, то расставил все акценты И являлся посредником передачи первых заданий Так вот Книппер, по воспоминаниям Станислава Лекарева Никогда не считал, что отказ Сталина от убийства Гитлера Был ошибкой Большая политика требовала того, чтобы фюрер жил Ликвидация Гитлера была не в интересах Сталина Он правильно просчитал, что если Гитлера убрать То тогда можно ставить крест на боевых действиях Вступают в сепаратные переговоры Германская сторона с союзниками СССР на Западе И те заключают договор Независимо от того, на каких условиях Но мы теряем тогда очень много из того, что было задумано Логично предположить, что задумывалось именно то, что и было впоследствии осуществлено Присоединение к коммунистическому блоку стран Восточной Европы И начало вожделенной мировой революции Распространение коммунистических режимов по всему миру Поэтому Сталин совершенно однозначно и решительно Присек попытки проводить операции по ликвидации Гитлера По посылке Книпера к Ольге Чеховой А то, что Ольга Чехова работала на советскую разбудку Сейчас вряд ли кто ставит под сомнение Вот только если эта потрясающая женщина и проходила у нас по каким-то документам То почитать их и сегодня большая проблема Дело в том, что Ольга Чехова не состояла на службе в ГРУ или НКВД Организация, которая вела агентов такого уровня Называлась специальной службой стратегической разведки Сокращенно СССР Находилась она под личным контролем Сталина И была гораздо более секретной, чем все остальные разведывательные структуры нашей страны Она была на особом положении Там не было подразделений, которые вели архивы Там были разовые агенты, которых использовали только в самый критический момент Когда этого требовала оперативная обстановка У Льва Книпера, кроме посреднических и вербовочных функций Была и самостоятельная боевая задача Дело в том, что еще в самом начале войны Советское руководство разработало план действий на тот случай Если гитлеровцы займут Москву По нему Льв Книппер должен был стать комендантом захваченного фашистами Кремля И выполнять особое задание партии, правительства и НКВД Уничтожить гитлера Для того, чтобы это выполнить, нужны люди Которые заслуживают доверия у немцев Которые смогут подойти непосредственно к объекту своего интереса Группа Книппера была, конечно, не единственной Подготовленной на случай, если придется отдать Москву врагу Сколько было таких отрядов, до сих пор точно неизвестно Однако понятно, что подготовка к этому событию велась интенсивная Если бы Адольф Гитлер приехал в русскую столицу Принимать торжества по поводу победы Это путешествие стало бы для него последним Вся Москва была поделена на квадраты Были заложены, завезены взрывчатки и детонаторы Значит, наверняка винировали ему взорей Ленина-то вывезли Но все эти планы оказались, к счастью, невостребованы Москву врагу так и не отдали 6 декабря 1941 года Войска нашего Западного фронта Перешли в контрнаступление Хвостливый план окружения взятия Москвы провалился с треском Немцы здесь явным образом потерпели поражение Чем ближе разведывательные структуры находились к фронту Тем более простыми и прямолинейными становились их методы То, что в большой разведке делалось при помощи многоходовых комбинаций На фронте совершалось самыми незатейливыми способами Главное получить пленного, языка А уж он расскажет все, что штабу интересно знать Но от разведчиков из группы захвата Требовалось в своем роде не меньшее искусство Чем от штабных аналитиков центра Чтобы выйти на немца, надо разрезать колючую проволоку Преодолеть минное поле, разминировать И потом выйти на брус сверокопа А они еще, немцы же вешали Вот два столба, колючая проволока Они консервы едят, а туда в банке колокольчик такой И за проволоку тронешься И уже звон В 21 год Лазарь Ройтенбурд стал командиром разведывательной роты В его подчинении оказались моряки Спотопленных гитлеровцами кораблей Черноморского флота Парни и постарше его, и побольше михнувшие порохом Впрочем, он не был назначен на эту должность сверху Это сложилось само собой Командование-то как раз поначалу было категорически против такого назначения Разведчики всегда были людьми независимыми Иначе не могло и быть Ведь во время операции они могли рассчитывать только на себя и друг на друга А здесь ситуация усугублялась тем Что моряки-разведроты по меркам мирной жизни были отъявленными головорезами Ведь всю свою взрослую жизнь они провели, по сути дела, на войне Костя сторожев, умел ножом попадать Хоть со спиды, хоть спереди, прямо в сердце Такие опытные ребята Они призывались в 36-м году Три года тогда служили Началась война с финнами Их задержали Кончилась война с финнами Их должны были деморизовать Началась отечественная И вот правильно генерал говорит И что, вот этими бандюгами будет командовать Ну уж это скажу прямо Соплевый пацан Однако начальник армейской разведки Тот, кто собственно и рекомендовал Лазаря На должность командира разведроты Был человеком упрямым И менять свое решение не пожелал Опыт у бойца Ройтенбурда есть С подчиненными контакт хороший Поставить ему в метрике год рождения Вместо 23-го, 21-й и в бой Так Лазарь Наумович стал ротным И тут же получил задание Взять языка Сначала взяли румына Привели этого румына Ему спрашивают, какая дивизия Не знаю, одна дивизия Одна, или две, две, две В общем, начальник штаба выругался Говорит, кого вы мне привели Брать надо хорошего мужика Знающего В этот раз сработали как надо Взяли немецкого капитана Казначей дивизии Сцапать его удалось без проблем Первый разведчик захватил его Сзади за шею Взял в замок Сильно прижмешь Он Богу душу отдаст Слабо он заорет Надо так, чтобы он и не заорал И не убил В это время двое Загибают руки Одевают браслеты Ну, эти, наручники А третий вставляет кляп Подушечка такая И бандаж Вот, прорезиновая ткань такая Вот, рот закрывает А носом, чтобы он душит И кляпы, и бандажи Которые надевались Для того, чтобы пленник Кляп не выплюнул Шились для группы захвата Заботливыми руками санитарок Но в прямые обязанности Младшего медперсонала Это понятно не входило Убедить девушек помочь Тоже была своего рода Агентурная работа Высшим пилотажем Считалось, если разведчику Удавалось завести В госпитале роман В этом случае Все будущие задания По добыче языков Спецсредствами Были гарантированно Обеспечены Не случайно Когда кто-то из разведчиков Роты Лазаря Ройтенбурда Отправлялся на свидание В медсанбат Сослуживцы острили Что ушел он На примерку кляпов И вот такой полученный От медсестрички Кляп из перевязочных материалов Первым делом И засунули в рот Немцу казначею Как-то По-цевидному Взяли бы его быстро Ну кляп ему Ставили Даже бандаж не одевали И я ему начал сразу Что ты не волнуйся Жизнь тебе гарантируем Как только победим Поедешь домой Увидишь там фрау Киндер В общем Он с удовольствием Давал показания По воспоминаниям ветеранов На фронте Где интенсивность событий Гораздо выше Чем в мирной жизни Часто приключались Удивительные случаи Один из них Произошел с разведчиком Лукой Сушко И его последним Девятнадцатым По счету языком Он уже дотащил его До самых дверей Своего штаба Как вдруг начался Артобстрел Разведчик был контужен И отброшен Взрывом в сторону При этом Захваченный им немец Совершенно не пострадал В самый последний момент Лука Григорьевич Рискуя погибнуть сам Успел втолкнуть Ценного пленного В блиндаж Через несколько лет После окончания войны Полковник Сушко Проходил дальнейшую службу В немецком городе Подздава А в это же время Начальником военкомата Был старый Толстый Обросший Такой дед Оказалось Это тот Фукс Который я взял В плен Он мне показывает Фотокарточку Это те Кто попал в плен Вы пленный Да Я В сессию Меня офицер Который погиб Внял в плен Бывший начальник Разведки 104-й танковой Бригады Красной Армии Лука Сушко Только руками Развел Как то есть Погиб Вот же я Вполне живой Стою И он когда узнал Что я жив Дастеловал И Тоже послал мне Мотоцикл Фударок Что я спас его Разведчик Лука Сушко Спасает смерти Жоржа Фукса В первую очередь Думал о том Чтобы любой ценой Выполнить Поставленные Перед ним задания Он и его товарищи Такие же фронтовые Разведчики Не думали О большой политике Не размышляли О великих делах И геополитических целях Они просто Делали свое дело Но в конце концов Именно благодаря Таким вот Беззаветно Преданным Родине Людям Наша страна И победила В той страшной войне А победив Спасла от гибели Не только Конкретного немца Фукса Но и весь мир Избавив его От коричневой чумы Фашизма И это была Одна из величайших Спецопераций В истории человечества В силу специфики Деятельности разведки Многие проведенные Спецслужбами операции И имена их участников До сих пор засекречены Понятно, что секретными Остаются и данные О потерях Понесенных В ходе проведения Этих операций Однако Статистика Говорит Что среди Фронтовых Разведчиков Погибали Трое Из пяти В агентурной Десантной Разведке Смертность Была еще выше Четыре Из пяти Вечная память Солдатам Великой войны Лишь только бой угас Звучит другой приказ И почтальон сойдет с ума Разыскивая нас Взлетает красная ракета Бьет пулемет неутомим И значит нам нужна одна победа Одна на всех мы за ценой не постоим Одна на всех мы за ценой не постоим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok